Секреты Скайрима бесконечны. Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Сагера Ван, это мой канал Мистер Кэт. Начинаем! Как сделать Туум, Крик, бесконечным, без перезарядки? Если не видели это видео, ссылочка в описании. Посмотрите. Ребят, ну что? Я думаю, начнем мы с Темного Братства. Я думаю, вы помните такого колоритного персонажа, как Бабета. Маленькая девочка-вампир. Хотя маленькая она только на выгляд. Ей на самом-то деле намного больше лет. Не дай моей внешности тебя обмануть. Я старше тебя, намного. Вот что бывает с десятилетней девочкой, если ее укусит вампир. Выглядеть маленькой очень удобно. Никто ничего не заподозрит. Согласен, расскажи мне о себе. Я просто маленькая девочка. Темное Братство убило моих папу и маму и захватило меня в плен. Пожалуйста, спаси меня. Что, убедительно? На самом деле я намного старше. Я была когда-то маленькой, конечно, лет 300 назад. Вампиризм помогает хорошо сохраниться. И, возможно, вы не знали, что Бабета является крутейшей отсылочкой-пасхалочкой на интервью с вампиром. Что это такое? Это готический роман о вампирах и ужасах. Американской писательницы Энн Райс. Опубликован в 1976 году. Дело в том, что в романе один из главных персонажей зовут Бабета. Но отсылочка не к ней. Отсылочка к Клаудии. Маленькой девочке, которую укусил вампир. Ей уже под 70, а она до сих пор маленькая девочка. Ну, вы понимаете, да, ребят? Кстати, в 1994 году интервью с вампиром. Том Круз, Брэд Питт, девочка Кирстен Данст. Советую вам посмотреть, если не видели. Порой мы с вами не обращаем внимания на уникальные вещи, если они выглядят обыкновенно. А стоило. Ребят, в храм не отправляемся, это Рифтен. Спускаемся в зал мертвых. И тут... Тебе надо идти. Встречаем девушку. Женщину. Тебе надо идти. Александру. Хочешь посмеяться на той, что ухаживает за могилами? Ты заботишься о захоронениях? Если ты хочешь спросить, в одиночку ли я управляюсь залом мертвых, то ответ – да. Думаешь, в округе найдется хоть кто-то, готовый пальцем шевельнуть, чтобы помочь? Угадай-ка. Грязной работой пусть занимается старуха Александра. Пойми, мне эта работа даром была не нужна. Но так уж вышло. Из-за отца. Из-за отца? Почему ты обвиняешь своего отца в том, что тебе досталась такая работа? Мой отец был жрецом Аркея, и вся моя жизнь прошла рядом с мертвецами. Пришлось изучать и похоронные обряды, и молитвы. У меня отродясь не было друзей. Кому нужна девчонка, которая вечно крутится рядом с мертвяками? Вот так мне и досталась эта негодная участь. Ничего больше я не умею. Только готовить в последний путь и упокоивать усопших. Как ты хочешь примириться с памятью об отце? Я хочу отправиться в зал мертвых Виндхельма и передать свой ритуальный кинжал смотрителю Андурсу. Думаю, когда кинжал будет захоронен вместе с останками моего отца, я наконец примирюсь со своими воспоминаниями. Я могу отнести его для тебя. Я тебя не просила сама, поскольку опасалась отказа. Я буду благодарна за помощь. Вот, я вручаю тебе этот кинжал. Отнеси его Андурсу, а он сделает все остальное. Кинжал Александры добавлен. Данный кинжал Александры вообще никак не отличается визуально от самого слабенького железного. Но, ребят, порой мы обращаем внимание только на визуальный вид, а на характеристики не обращаем. Забегая вперед, я сразу вспомнил, что в Скориме есть довольно много квестов, где мы должны взять или оружие, или броню, у кого-то, или откуда, и с точки А принести точку Б. Отдаем оружие, оно исчезает навсегда. Мы даем немножечко, нам дают немножечко денежек в зависимости от нашего квеста. И я вот, да, смотрел на эти вещи именные, но вот не всматривался в характеристики. А надо бы. Смотрите, ребят, кинжал Александры. Урон 8, вес 1, стоимость 10. Подумаешь, да? Базовый железный, урон 6. Ну, то есть у Александры немножечко выше. У Александры урон точно такой же, как и базовый у стального. Урон 8. Но, вы знаете, чем круче кинжал, тем он тяжелее. А чем он тяжелее, чем медленнее у него мах. Я вам показывал когда-то видео нож и вилка, который весит 0,5 килограмм. Какая там скорость, да? Если что, зацените ссылочка внизу. И у кинжала Александры вес 1 килограмм. У железного 2, у стального 2,5. У Александры 1. Но, к сожалению, не зачаровать, не заточить его нельзя. Я пробовал найти после того, как прохожу квест. Нет, квест, кстати, тоже немножечко сломан. Девочка говорит, Винхельм, а нам нужно байтран. Я думал, что потом где-то его найду в зале, но так и не нашел. Ребят, ну давайте попробуем преимущество скорости. Ну, возьму сейчас все бафы и мы посмотрим. Кинжал Александры в правую, в левую нож. Одноручечку прокачиваем до суточки. Урон и двойной вихрь. Атаки с двух рук на 35% быстрее. И самое главное. Это крик элементарная ярость, который очень сильно усиливает мах. И погнали. Вау. Не надо так делать. Ребят, а по-моему схоже с ножом с вилкой. Порой невероятное скрывается в простом. Согласитесь. Город Маркарт. Именно в данном городе есть довольно интересный квест, который называется «Никому не сбежать из тюрьмы Сидна». Мне кажется, каждый, каждый из вас его прошел и даже делал отдельное видео. Ссылочка, если что, внизу. И вы знаете, что в данном квесте вы должны выбрать или же Мадонаха из Гоев, или Тонора Серебряная Кровь. И если вы выберете Тонора, при первой встрече после квеста он скажет. «Серебряная Кровь всегда платит по счетам. Прими мою благодарность». И, возможно, вы не знали, что данная фраза, да и сам персонаж, и является пасхалочкой. Ребята, на игру престолов. А точнее, на влиятельную семью Ланнистеров. Слушайте. Ланнистеры с утеса Кастерли. Один из великих домов Вестероса. Правящий на западных землях. И основным девизом семьи, читаю, Ланнистеры всегда платят по счетам. Конечно же, вы можете сказать, что, Вань, ну, во-первых, «Игра престолов» вышла после Скайрима. Ребят, «Игра престолов» снималась по «Песнь льда и огня». Фэнтези-роману, который вышел еще в 1996 году. Некоторые вещи меня довольно давно волнуют. Сейчас вам покажу. Смотрите, это остров Солстейм. Проход Моэсринг. Тут есть небольшая база реклингов. Также пасхалочка, отсылочка на Моровин. Что это было? Ладно. Еще немножечко реклингов. Давайте с ними расправимся. Ой, самый сильный остался. И... Готов. Да, в данной локации летающий корабль «Двеймеров», который разбился тут еще в Тест-3. Также на что-то отсылочка пасхалочка. Ваше смелое предположение в комментарии. И наверху флаг. Казалось бы, ну, подумаешь, что этот флаг подсвечивает эту локацию. Ребят, давайте мы к нему доберемся. Вот так вот. Вот так, вот так. Это несложно. Тут просто вот-вот. И, ребята, возле него всегда, всегда, всегда будет лежать мертвый реклинг. Почему? Даже помню самое первое прохождение острова Солстейм. Я его заметил. И обратил внимание, что, блин, как-то странно. Как это что там тут? Мертвый на вершине горы. Ребят, если у вас есть какие-то мысли, пишите в комментарии. Давайте вместе разгадаем эту тайну. Пасхалок и секретов с Каримей настолько много, что они даже в системных квестах. Ребят, я думаю, вы знаете, что в игре есть такие квесты, как помощь другу. Ну, то есть, вы выполняете какой-то квест какого-то персонажа, и он становится вашим другом. Он обращается к вам по-дружески. Вы можете брать кое-какие его вещи, спать в его доме. Если он погибает, к вам гонец приносит наследство. Да? Да. И, ребята, читаю название системно данного квеста. Перевожу. Заводить друзей и оказывать влияние на людей. И данное название очень сильно похоже на название книги бестселлера. Делли Карнеги, которая вышла еще в 1936 году. Как заводить друзей и оказывать влияние на людей. Ребят, у меня такое ощущение, что данный разработчик, когда создавал название, ну, наверное, читал данную книгу. На этом пока все. Поддержите видео, напишите ваше мнение, подписывайтесь и кликайте колокольчик. Я из группы ВК, Телеграм, стримы Мистер Кэт. Ссылочки все в описании. Заходите, друзья. Всех с наступающим. Счастья и здоровья вам. Пока.